итак всем привет как вы видите я уже подготовился к новому году и так так уже прям таки пытаюсь возвести все в такую новогоднюю атмосферу и на канале за 2021 год это наверное самый плодотворный продуктивный год за все время существования канала ну из всех трех а уже скоро ну как бы мало-немало четырех годиков что же мы успели за этот год по крайней мере я успел я успел попробовать но много чего не в плане там сишки бухлишка нет не сытят я раньше попробовал проблема в том что в одного так ничего не успеваешь потому что как бы вся твоя жизнь висит на тебе никому ты не можешь кинуть хоть часть вот этого конвейера скажем так ну выполнение работ по определенной хронологии и еще я вот когда захотел сделать данный видос как видите чуть-чуть уже резону слово это так фигня как вы знаете но кто кстати знает мой пк тот уже об этом узнал заранее до этого видео я вообще ну планировал что не такое забабахать мощный новый год например какой-нибудь стрим музыкальный допустим вот если вы не поняли там в чехле муру века который 81 на которой в общем то я больше всего и играю сейчас на канале сейчас кстати хочется попробовать что-нибудь новенькое сыграть допустим на ну я хотел хотел забабахать что-нибудь масштабное и допустим сыграть на нескольких лайках там сравнивать звук или же там сделать скажем так эволюцию моих балалайк или же сделать вообще этот новогодний музыкальный стрим потому что здесь вот есть у нас я принес сюда вот это вот вот это было лайки и та и другая уже на канале было не один раз это вот бас балалайка и дом ранее оба размерности альт ну думаю тоже не на канале были многие их помнят ну и главный конечно самый такой мощный во всех планах инструмент в плане массивности и веса скорее пианино пианино десна которая так сейчас аккуратно главное аккуратно десна тоже было очень много так я не говорил они на канале есть идут ну-ка сейчас так громко не громко ну короче работает повернем на словом да что я только что нажал клавишу она издает звуки это уже ну кстати еще и аккордеон в обнимку с пылесосом потому что уборка все такое понимаете перед новым годом у нас весь подъезд судится просто допустим последние вот три дня перед новым годом все вот решили как и я впрочем то сделать ремонт наконец и гудел весь дом просто там перфораторы болгарки вообще любой инструмент который хоть немного издает звук ну у меня то еще и музыкальный есть так что новогоднюю ночь думаю повеселюсь я по жесткому ну думаю немножечко засвета в кадр даже наряжена даже люстра ой как мерцает все нехорошо новогодняя вот эта вот гирлянда имитирующая шишки старая советская гирлянда на нее можно сделать потом как-нибудь после уже нового года сделаем ее может быть обзор и чем же в первую очередь запомнился 2021 год а он запомнился тем ну что он начался по сути да с реставрации и ремонта действительно с чего-то такого основательного на канале так вот по хронологии будем двигаться примерно так сначала это небольшое такое видео в общем ты просмотров что ни на пролог это ремонт детской шкатулочки заводилки которая проигрывает мелодия ну ничего сложного скорее даже не то чтобы не реставрация не ремонт а скорее такое ТО там в зависимости от парабины там надо этот механизм скажем так обслуживать далее по хронологии мы двигаемся к невероятной эпопее с холодильником полюс 2 холодильник с которым я провел свое детство и проведу скорее всего всю жизнь только вот насчет скажем так такого завершения данных видео посмотрите на канале я оставлю ссылочки на видео там ну кому интересно все таки да узнайте что это такое и что для меня это значит вы не поймете потому что это надо с этим холодильником прожить всю жизнь ну а хотя бы понять что сейчас курс дела скажем так войти это конечно вполне реально а дальше по хронологии идет реставрация балалайка балалайки ну как бы они были принесены мне буквально перед днем рождения ну где то рядом да в январе короче посреди зимы у меня они и появились здесь ну как бы досягаемости и естественно я подумал что надо их привести в рабочее состояние отреставрировать ну это как вы если помните то помните это балалайка смугулянка 67 года декабрьская балалайка бас который находится прямо здесь и балалайка черниговка шестиструнка все они были принесены в одно время ну да 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 это есть кто не смотрел это видео я так коротенько проспойлерю и все таки я взялся за них как бы и в итоге они все сейчас рабочие они в состоянии таком что действительно не стыдно на них играть ну как конечно там допустим бас надо настраивать дальше там струну приема кресло там делать там ну приводить в бой такой идеальный вид ну это я так уже прикалываюсь но вот для сравнения да то есть самая старая балалайка это вот эта черниговка шестиструнка которого сейчас передо мной тут лежит это 63 год ну то есть они все шестидесятых годов чтобы вы понимали и по сути по сути я их спас ну от такой не то чтобы неминуемый а такой вот зейчный горизонте гибели а что же так еще в начале года чем еще он запомнился ну естественно такой школьной эпопеи ну как школьный около школьный вот такой вот ну тематики короче моей школы ну потому что ну скучно просто так учиться надо чего нибудь поснимать а снял я в первую очередь тренажер в подвале этот тренажер по сути основанный на агрегатах ну не то чтобы основанный а в составе себя имеет несколько агрегатов от ВАЗ-110 руль, коробка передач, педальный узел ну короче такой обычный тренажер который кое-что дофигища на пространстве на нашем но все равно это было интересно ибо не в каждой вкоре так вот просто хохо и увидишь такое в начале этого года очень много видосов прям было связано с электроникой и электрикой ну вспомнить даже обзор на радиоприемник советский который делал мой отец ну самодельный такой и вот мой долбанутый проект вот эта шкатулка с розетками если кто не понял зачем это было сделано ну это как бы такой чисто удлинитель и удлинитель и переходник ну если вы не поняли то вот эта вот вся розетка она как бы к ней подключался специальный шнур который обычно используется в советских магнитофонах кое у меня есть такой шнур и как бы это все работает но выглядит странно и непонятно али вообще ну как бы там если по хронологии дальше двигаться то начинается прям просто целый шквал видео о Малиновке потому что действительно там начиная в мае этого года строить мини-мастерскую который сейчас служит мне скажем так пока что как хранилище но уже в следующем году оно будет полноценно таким рабочим помещением которым я скажем так сделаю продолжение и ну это не просто так все я делаю чтобы вы понимали именно тогда я вот и начал просто с каких-то палок торчащих из поддона но сейчас во что это вывелось это вообще удивительно что я смог вот так вот ну все таки вытянуть этот проект потому что это априори был уже как бы такой скажем так уродец среди построек ну вот реально потому что вроде бы уже опыт я получил после прошлых домиков а кстати о Малиновке я сниму потом огромный ролик наверное ну только в следующем году возможно это получится а скорее всего еще позже то есть это не рассчитывайте что прямо сейчас выйдет но там будет невероятное там количество контента которого не было никогда на канале съемки еще ну о Малиновке о всем этом еще до создания канала были съемки которые естественно на канале никак не публиковались и где-то откуда и все это будет в большом фильме про Малиновку но это как-нибудь вот очень-очень потом еще между тем так если проглядывается очень много там вот этих походов по городу то есть находки различные я начал находить всякие там запорожцы звенившие ржавые то есть на которые валяются уже смятые островы машин которые там ну то есть просто находил интересные находки которые кажется просто удивительными в реалии современных но вполне их вот так много нашел то есть два запорожца отечественных если не прикалываться то действительно очень много чего интересного опять же смотрите на канале там же в начале года ну примерно там да в апреле мае вот так вот да вышло видео то самое жалко ешь воду ну это просто спонтанно экспромтно снималось и почему то получилось прикольно ну вот я сам не знаю почему опять же смотрите на канале там целых несколько видео как бы так про ешь воду эту стоящую короче блин просмотрите на канале там действительно ну прикольно я не знаю как так получилось но просто снимали по сути тачку ну вот так еще до начала строительства мини мастерской я успеваю сдать металл прилично такое количество ну сначала отвез частями так ну сначала там 20 килограмм потом остальные 70 и еще там чуть чуть там перед этим ну это так если более вкратце более коротко это на самом деле это очень довольно таки долго было и это продлилось все начало мая и конец апреля ну вот как то так это заняло где-то у меня две недели вот так то ну потому что возил по частям и потому что очень мало было времени опять же ролик на канале есть подробнейший это ну половинка и как скажем просто кусок какой-то неопределенный запорожца ну задняя часть как бы его который давненько там валялся и уже как бы знатно так подозастрял вот со своими вот этой ржавчиной кусками все вокруг чекайте как вот модно звучит видео в начале июня я скажем так поддержал ну как бы ежегодно исполнил свою ежегодную теперь традицию бриться на волосы на голове все прям вот так вот из ванпанч прям вот под ноль сбриваю прям счищаю грубо говоря волосы чтобы летом банально не было жарко ну и просто это такая традиция ну как бы хоть чтобы как-то ознаменовывать начало лета тогда же на канале выходит первое видео по рисованию это такой ну только я сейчас понимаю насколько это довольно таки на костылях рисунок потому что ну тогда у меня это был вообще первый опыт в рисовании и вообще это был мой первый раз рисование с тянками Далее я начинаю эпопею видео КАМ нахожу замену холодильнику полюсу 2 Минск 5 вот так то и между тем начинаю строительство ну как бы прицепа вот этого ракетовоза к мотоблок и все дальнейшие видео впрочем полностью посвящены ему кроме некоторых например а очередное видео про школьный туалет нет это не то о котором вы подумали это другое видео где ну мы с пацанами пошли просто ну наши знакомые нам туалеты как бы это в двусмысленно звучало но не чтобы как бы использовать их по назначению а кто смотрел в прошлом году видос правильно подтягиваться да это же логично да очень логично так вот что еще такого интересного это то что это не первый уже раз это скажем такая ежегодная традиция которая скорее всего это последний раз когда я ее снимал потому что ну скорее всего больше так не получится и все таки ну это прикольно но блин это скажем так по молодежному кринжоу ну реально использовать сортир как турники да ну кто не в теме тот все равно не поймет ну не будем их осуждать между тем я успеваю съездить на металл приемку и еще вдобавок я ну так как момент прибытия на дачу вадика снимаю обзор на его мотокультиватор сангарден ну это просто срыв башки когда я увидел как он вообще выглядит ну то есть что вы понимали этот вообще агрегатик своим двигателем мне по колено ну вот так вот ну ладно не будем осуждать мотокультиватора за его габариты это не он виноват а самое главное то что ну это действительно ну хоть что то новенькое такой ну полноценное опять же относительно предыдущих обзоров обзор после этого на моем канале выходит видео как я спасаю стрижа из подъезда залетел школьники уничтожают стул потом затапливает мой дом потом школьник уничтожает копилку потом шкаф потом выходит относительно легендарное видео обновкой которое я не хотел понтоваться это уже ну как бы странно не звучало но это уже конец лета да да это видео по сути из летних не самое последнее даже там оно не всередине стоит но это видео является уже практически конечным потому что снимался уже в конце июля ну как бы ну это уже как минимум не начало лета именно данное видео ну как бы сказать задало вот этот вот мотив странный когда вот просто это последнее кстати видео на моем старом телефоне снято да это вот скажем так завершило эпоху того моего к саоми и начало вот этого 9Т ну вот так то а заменовало сейчас на нем где-то по 4 тысяч просмотров я так помню 3 700 что ли но в плане того что как-нибудь дальше развивать эту тематику ну я подумаю после этого видео я как бы уезжаю далеко далеко в Краснодарский край конечно же вы поняли в Анапу ну куда же еще ну точнее в такую скажем так курортную деревушку Витязево ну реально Витязево даже само название как для деревни так вот ээээ как бы немножко там видео вышло ну как немножко довольно таки много но больше конечно можно было бы заснять за уж двадцать там с хреном дней ну просто некогда было что ли ну просто-напросто надо было хоть чуть-чуть отдохнуть от всей этой хутины ну все таки отдых хоть как-то ну должен отдыхать меня полностью далее там в последних видео по Анапе там я попадаю в шторм дикий по сути ну не шторм в море а скорее просто дикий-дикий ливень ливень прям таки по всей территории прибрежный там ну просто был капец там затопило все улицы и вообще это было как будто первый раз и ощущение было очень страшное действительно страшное потому что непонятно ну что вообще будет-то я никогда хоть и что-то подобное наводни никогда в общем-то так не сталкивался с этим ну потому что возможно потому что в самой высокой точке живу или не знаю ну короче проблема то в том что там просто все начало затапливать шел бесконечный дождь в последние четыре дня моего пребывания и я немножечко даже заснял на видео и это есть на канале ну честно это капец больше по-другому никак не опишешь Возвратившись домой я решаю заснять такую обыденность что ли которая вот меня всю жизнь в моем городе преследовала ну как бы преследовала так мимолетом проезжала мимо правильно я заснял первое видео где я заснял троллейбусы да это просто вот казалось бы это уже снимали сотню раз делали ну что может быть интересного после этого я ну занимаюсь таки более серьезным ремонтом все таки ну ух я такой знаете коммерческий ремонт это электромассажер эл масс восемьдесят седьмого года в котором был поменен скажем так ну проинспектирован провод и поменено еще много чё там выключать и все такое там работы было много мелкой за которую никто бы браться не стал потому что ой достарьё выкиньте и купите новый но я сказал ну типа ладно починю и починил ну если честно для меня там практически ничего сложного не было ну для меня потому что я примерно уже понимал что это такое потому что я уже к тому моменту уже так пообщался со старой техникой в плане ну у себя дома с некоторыми вещицами я знаю какие там косяки бывают какие там скажем так ну основные аспекты которые сталкиваются с которыми любой ремонтник чинят старую технику далее вентилятор хмз это вентилятор блин которому пятьдесят лет он работал все но надо было его все таки так привести в более божеский вид во первых он клинил тер и вообще какой то как обидел с ним происходил во первых я там просмазал редуктор все короче я там заполировал шток поворотный там короче ввел полно такое в полно рабочее состояние и как бы он не то чтобы готов к использованию а он просто практически в техническом плане абсолютно как завод работоспособен далее на канале выходит большой пласт видео где ну Вадик уже ну я скажем так испытываю мотоблок но не просто сам ездить на нем разъезжая по всей округе ну это было бы скучно и я подумал что надо что то придумать и я позвал Вадика ну то есть чтобы он как бы был таким знаете ведущим таким ну которым все будет сам показывать на себе ну сам будет ездить и по сути я проводил полноценный эксперимент это экспериментальное испытание конструкции которую сам же по сути с отцом не без помощи конечно это ну вообще заслуга не то что моя все таки отца потому что ну я бы на рукожопил там знатно если бы делал все сам ибо ну такого конструктивного вот этого взгляда на все сразу целиком на всю готовую как бы да у меня пока что нет такого но по итогу испытание пройдено просто успешно и в общем то классно проведено время и ну все довольны остались потом закрывается скажем так ну такой тамбовском таком обществе вполне знаменитый магазин огонек точнее сеть магазинов вся франшиза продана пятерочки за очень большую ну невероятно большую сумму денег и все как бы пятерочка получил торговые точки а владелец франшизы за огонька деньги и как бы все ну как бы это сказать это одновременно грустно но одна веселая вести я был последним покупателем в прям вот в том вот огоньке который был в торговом центре восемнадцатом который раньше был универмагом восемнадцатым на Требусном кольце магистральной Мичуринской точнее Мичуринской ну короче вы поняли я был последним покупателем я записал на видео чек покупки там подобрал все что есть по копеечным ценам то есть реально была просто и реконструкция СССР ну пустые полки практически и копеечные цены иронично следующее прям видео после этого идет пятьдесят подписчиков на канале пятьдесят ё-моё я радовался пятидесяти подписчиками как просто не знаю кем но вот уже в конце года здесь почти на канале сто пятьдесят то есть на сто на сто подписчиков выросло и дальше как бы все идет по плану ну как бы по-другому не опишешь в октябре выходит очень интересный видос который к сожалению набрал просмотров это не всегда что-то такое хорошее популярное то есть поп-музыка попса она не всегда шикарна а зачастую очень посредственно но очень популярна вот так так чему так к тому что я нашел на металлоприемке ну точнее не совсем бы нашел я просто приехал и заснял сто тридцатый зил вышку ну такой вот ну с люлькой то есть полноценный такой вот рабочий зилок ну единственное то что он уже был там с пивенной вышкой там его уже начали потихоньку разбирать но там сняли руль там еще кое-какие детали там вытащили сиденье ну короче посмотрите видос опять же постараюсь оставить ссылочку в описании а посля выходит видео о разборе мелодии зон анха ну то есть довольно таки популярный мемчуг ну на балалайке естественно и ну как бы превьюшка все там да и уже просмотры подноварились потом обзор лапши быстрого приготовления золотистая жратва ой жратва короче посмотрите посмотрите опять же это тот еще прикалдес был а далее еще такой небольшой шквальчик из видео о там обо всем вот реально а сначала немножечко там обзоров было ну как сначала уже в конце октября примерно там я уже точно не могу вспомнить и это вообще очень запутанная история потому что видео я последовательность не всегда соблюдал но это впрочем не важно так вот обзор опять на еду блин какой как изголодавший я был в октябре постоянно вот прям ну думал об обзорах и в итоге снял несколько это вот там про гоматоген про вот все ой ну вы помните короче посмотрите на канале дальше про троллейбус на контакт ну сидите поснимал чуть-чуть и так вот далее там фотоателье москвич там да еще там много-много чего ну и все это постепенно подходило все ближе и ближе к ноябрю дальше в ноябре вышло сначала я кстати в октябре в конце все подготовил к зиме ну в деревне там короче в маленьких ну вы помните опять же посмотрите видео а дальше там ну начались такие интересные видосы по типу реакции рома на снег да в ноябре в начале ноября это в седьмых числах выпал снег первую половину декабря его не было вот такая логика у нашей российской погоды потому что ну реально тамбов это маленький питер во многих отношениях то есть реально тут и троллейбус есть в отличие от москвы и погода иногда очень пугает реально пугает просто ну это впрочем уже не важно потом на канале выходит ну просто видос который ознаменовал невероятную встречу конечно на канале не все в теме но в художке у нас есть такой классный пацан под названием по имени Димон его как бы отсутствие в третьем классе и в четвертом ну в четвертом я тоже не был там короче потом как-нибудь расскажу об этом на канале очень мало видео но думаю потом так вот и этот видос как раз когда выпал смех когда он лежал там это и был видос о том как вам встретились и я брал его интервью пробовал брать мешали конечно но без этого никуда далее там идет следующий видос другого Димона я ну грубо говоря попытался взять интервью но никто не пытался короче просто обычный видос про снег где мы лепили как бы из снега дилдосы да мы реально лепили из снега дилдосы не осуждайте женщину за ой это не та фраза идет несколько интересных скажем так крупных масс видео это видео о школе где ну ромчик и все остальные прикалываются там и я это просто записываю на видео там посмотрите опять же там и тверк был и ксго в реальной жизни и все такое ну грубо говоря просто все что происходило там я и решил записать далее с наступлением декабря ну который дидиди называется ну так 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 в различных дик дестройер десемпер это который идет после ноуна новембра да да и так вот что в нем вообще начало происходить ну первым делом ну а что хочется сказать пропущу многие видосы которые там вышли ну выделю украшение класса новый год видео номер два сначала вышло не так немножечко потом немножечко затерялось короче попытаюсь настроить это но очень сложно короче и далее ну буквально пару то есть три недели назад в начале декабря выходит видос рекордсмен по хронометражу потому что я не смог никак сократить все то что хотел показать и я вам честно скажу все то что вам показал это лишь от силы процентов сорок от того что вообще было отснято по сути ну нет было бы отснято потому что я начал себя останавливать и в итоге из ста процентов того что я хотел отснять я в итоге отснял процентов шестьдесят а уже от этих шестьдесят процентов я выложил смонтировал выложил только половину вот так то видос получился шикарным теперь я на всю жизнь буду вспоминать а когда ну допустим школьные годы и буду вспоминать письмо Онегина к Татьяне я буду вспоминать именно те пейзажи предвижу все вас сгорчит причальные тайные объяснения какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит чего хочу с какой целью открою душу вам свою какому злобному веселью быть может повод подаю блин я это вот заучил и теперь я проговариваю все это перед вами прям вижу пешеходный мост горсада река цена под замерз и заброшенные хаты вот так то офигенно было бы у меня оборудование покороче я бы конечно покороче бы снял но у меня пардон нету камеры объективов которые по ляму стоят в следующем выходит видос еще одна обновка которой я опять же не хотел понтоваться да да это новое кресло компуктерное опять же смотрите на канале данное видео далее выходит видос о том как некий прыгает до кольца короткий приколдес который вот-вот уже наберет ну не 10 а уже восемь с лишним тысяч просмотров он уже набрал и я не понимаю реально почему почему это интересно людям а ну вот реально я все лето я все да весь год я пытался рукодельничать как мог рисовал и то и другое но по итогу это к сожалению ну никому не интересно ну грубо говоря ну не то чтобы реально никому не интересно да это просто не дошло до этих масс людей ну потому что это затмилось каким-то чужим контентом который состоит из блевотни под звуки мргенштерна и это блин я смотрю на это и не понимаю реально кто это смотрит даже дети малые это смотреть не будут но почему-то это набирает сотни миллионов просмотров за месяц а мои видосы где я реально стараюсь что-то делать сам ну то есть хоть что-то такое оригинальное привнести на канал ну в ютубе конечно это не оригинально когда хендмейдит что-то но для моего канала это все-таки новое открытие и тут надо притормозить и напомнить мой канал создавался по сути как архив это сброс видео которое я снимал на телефон и я не хотел никакой облако я просто хотел прикол сделать такой архив общедоступный так как все что попадает в интернет по сути практически не имеет шансов полностью из него исчезнуть именно поэтому свечка и совершает свои карибы далее я снимаю короткие батареи снимаю психоз продавщицы которые ну короче вы видели что она сделала если кто не видел посмотрите это ну для меня это действительно прикольно показалось не знаю почему-то прикольно хотя плакать хочется остальное далее выходит первое видео где я более-менее попробовал играть на осетинском строе пересмотря это видео после того как я его выложил выкладывал я его не то чтобы с будунища просто уже уставшим я не заметил как просто у меня звук куда-то уплыл причем еще и балалайка начала расстраиваться и вот это вот шестиструнка ну короче так себе зрелище но это был как бы месяц моего действительно прогресса потому что я играл ровно то есть практиковался я месяц и после месяца практики я показал в общем-то на что я смог стать способен на осетинском строе балалайке далее выходит видос прикольный как я и Денчикас Владос потом еще Илья ну просто прогуливаемся опять же это прогулка по Тамбову традицию которую я начал еще в октябре ну в общем весело так прошлись по той стороне Мичуринской то есть вот по Николай Верт и около вот этого всего между тем я разобрал баррель на балалайке сделал непонятную хрень с бумаги сделал обзор на коленках конфеты даешь со слейвками и заснял троллейбус очередной замерзшие яйца да далее я уже заснял ну самый последний видос это прогулка опять по Тамбову в районе Олимпийского и вот этого всего нового и новые наличники на двери да да это вот на сегодняшний день предпоследнее видео в этом году да что хочется совершенно сказать ну во первых спасибо огромное всем тем кто смотрит смотрит вот на протяжении всего времени те кто подключились в этом году к моему каналу скажем так ну просто реально пацаны спасибо что банально потратили секунду своего времени чтобы просто обратить внимание на канал потому что так вот просто взять и развиться сейчас на ютубе практически нереально это либо надо иметь большие деньги либо неплохие скажем так связи и я сейчас говорю реально про знакомых которых уже есть канал на ютубе или там просто быть приглашованными куда нибудь ну вы поняли ну а так всех с наступающим новым годом всем желаю удачи в следующем году будет постараюсь как можно больше заснять крутых видосов которые я давненько хотел заснять но никак не получалось силу обстоятельств наконец то надо как то продвинуться в техническом плане и так малость по малости там как то вот развивать скажем так такую вторую сторону канала то бишь ну такую аудиторную грубо говоря что нибудь такое интересненькое придумаем ну это как нибудь потом ну а сейчас главное отметить хорошо новый год и с новыми силами войти в новый год который вот 2022 кошмар я вот буквально помню как встречал какой-нибудь 2015 а уже 2022 наступит через некоторое время желаю всем чтобы у всех желания их исполнились которые они загадывали в новый год и чтобы все эти мечты которые облагались надеждами все таки прошли не попосту для вас и там ваших друзей близких и так далее на этом все всем пока-пока ой блин все таки вот надо было под конец года что-то вот створить блин